И здравствуйте, дорогие друзья! И только что мы увидели презентацию Феррари, их нового болида 2020 года. И сейчас будет такой маленький ролик по реакции, можно сказать, подкаст. Надеюсь, это соберет много просмотров, много лайков. Надеюсь, тогда я, может быть, сделаю ещё какой-нибудь подкаст по ещё какой-нибудь машине. Новый, да, 2020 года. Но ладно, я делаю на Феррари, так как это моя любимая команда, я за неё болею. Да, я знаю, я такой странный. Ладно. И типа, что тут рассказывать? Машина выглядит интересно. Потому что мне интересно то, что они поработали очень сильно над аэродинамикой. Если мы посмотрим на боковые понтоны и вообще на всю боковую часть, то мы увидим, что это просто какой-то кибер-монстр. Там просто всё напичкано. Там просто нету места, где нету каких-то закрылков, крыльев, антикрыльев, воздухозаборников и всего вот такого вот. И мне кажется, что это выглядит, конечно, не очень, но, надеюсь, это на трассе даст и Феррари достаточно большой буст. Также ещё можно отметить номера и вообще ливрею. Цвет остался таким же матовым, таким же то ли морковным, то ли оранжевым, то ли красным, то ли бордовым. И на каждом освещении он выглядит по-разному. И, опять-таки, прикольно. На тестах в Барселоне он будет, если будет дождь, выглядеть как мордовый, если будет солнце, будет выглядеть как оранжевый. Вот это вот достаточно прикольно. Также ещё номера. Номера сделаны немного по-другому. Ну, они говорили ещё недавно, что посвятят эту машину типа Жилю Вильнёву. И если мы посмотрим на два фото, на фото, где машина Жиля Вильнёва, где машина 2020 года, то мы увидим, что номера сделаны точно в таком же стиле. И они мне, вот как только я увидел машину, я это смотрела в прямом эфире, мне они поначалу не очень понравились. Прям вообще не понравились. Но потом, посмотрев с разных ракурсов, они выглядят интересно. И мне это вот реально зашло. Да, и в принципе, каких-то сильных отклонений от прошлогодней ливреи не было. Хотя мне именно прошлогодняя ливрея нравилась больше, чем нынешняя, если честно. Хотя различий почти ноль, кроме номеров. Также ещё они напичкали столько логотипов Mission Winnow, что, не знаю, там этими логотипами можно в туалет сходить. Ну и один мой друг подсчитал, что их было 15. 15 логотипов на одной машине. Типа, да, это понятно, что титульный спонсор, все дела, много денег, но не настолько же логотипами опичкать машину. Это, конечно, оно такое. Также переднее антикрыло я ещё не могу разобраться. Пытаюсь сравнивать прошлогоднюю машину и нынешнюю. Не могу разобраться, что-то поменялось или не поменялось. Не очень-то понятно пока что. Но, в принципе, выглядит хорошо. Значит, надеюсь, что достаточно хорошо поедет на трассе. Ну, вот такой вот у нас получился коротенький подкаст. В принципе, говорить не о чем тут больше. Наверное, я буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok